С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 11 апреля, международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день освобождены узники Бухенвальда, 22 апреля 1945 года освободили узников Заксенхаузена и 29 апреля узников Дахау, 30 апреля узников Равенсбрюка. Ну а сама история концлагерей будет самой страшной страницей в истории человечества. У родившихся в этот день 1755 год в этот мир приходит Джеймс Паркинсон, английский врач. Как мало порой нужно для того, чтобы совершить открытие. Паркинсону, который известен сегодня прежде всего как основоположник целого направления исследований в области дегенеративных заболеваний, для написания своего трактата нужно было лишь выйти на улицу. Выйти и увидеть человека, который страдает от неизвестной в то время болезни. Потом описание одного пациента дополнилось спустя короткое время еще пятью. И уже два века 66-страничное эссе Джеймса Паркинсона – одна из путеводных звезд для людей, которые посвятили себя неврологией. Идем дальше. Следующий день рождения. В 1894 году родился Эмиль Кио – советский артист цирка. Признан в 1960 году лучшим иллюзионистом мира. Кио отказался от распространенного образа восточного мага и стал выходить на публику в смокинге. Многие верили, что он обладает сверхспособностями. В его номерах работали самые красивые девушки, для которых шили невиданные по тем временам костюмы. Во время гастролей в Тбилиси выход из цирка охраняла от толпы поклонников конная милиция. Он первым в Советском Союзе из фокуса и иллюзии сделал настоящее шоу. К тому же появилась целая династия Кио. Его сыновья продолжили отцовский проект. В 1910 году родился Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. А в 1954 Валерий Гаркалин, актер театра и кино, артист Московского академического театра сатиры, народный артист России. Год 1968, день рождения Сергея Лукьяненко, российского писателя-фантаста. Ну а теперь о некоторых событиях, которые произошли 11 апреля и начнем с 1147 года. По некоторым данным, именно в этот день впервые было упомянуто слово «Москва». Речь идет о сведениях о Москве из ипатьевской летописи, одного из древнейших русских документов. Версий происхождения слова «Москва» много. Одна из них название происходит от финно-угорского слова «искривленная», которым характеризуется река на месте основания города. По другой можно перевести как «Смородина». Ну а третья версия от диалектов «Моск» и «Мозг», которые переводились как «Сурой». Есть и те, кто относит появление названия к балтийской группе языков, и каждый при этом стоит на своем. Так что пока мы точно не уверены, от чего же произошло название «Москва». 1775 год. Последнее исполнение приговора в охоте на ведьм в Германии. Их уголовное преследование, а также всевозможных магов и колдунов, известно с древности. Но особого размаха достигло в Западной Европе конца 15-го и середины 17-го веков. В католических странах дела о колдовстве, как правило, рассматривались церковным судом, инквизицией. Распространены были также случаи самосуда над подозреваемыми в ведовстве. В 1857 год российский император Александр II утверждает государственный герб России, двуглавого орла. Это был государственный комплект из трех символов – большой, средний и малый, которые просуществовали до 1917 года. Любопытно, что герб российского государства видоизменяли при многих правителях. В него вносились какие-либо изменения. Их легко увидеть, например, по виду и размаху крыльев орлов. 1909 год. Основан город. Через год названы Тель-Авивом. Название буквально переводится как «Холм весны». Статус города он получил в 21-м году прошлого века, а в 1949-м Тель-Авив объединили с Яффой. Сегодня здесь сосредоточены центральные отделения и представительства основных учреждений Израиля. Штаб-квартиры, израильских политических партий, множество культурных и спортивных учреждений. Сразу две суперкомедии вышли в этот день на экраны страны с разницей в один год. В 1963 году прошлого века фильм Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой в главной роли, а в 1964-м на экраны выходит фильм «Георгия Данелия. Я шагаю по Москве». Существует такая байка. Через некоторое время после начала съемок Никита Михалков подошел к Георгию Данелии и попросил поднять гонорар с 8 рублей до 25. Так как это нужно было согласовывать с Госкино, Данелия пошел на хитрость и сказал Никите, что на его место берут другого актера. Никита, говорят, расплакался, попросил прощения и сказал, что этому его научил брат Андрей Кончаловский. 2003 год. Вирус атипичной пневмонии идентифицирован 11 апреля. Генетическая экспертиза вируса показала, что он является мутантом обычного ОРЗ. Новый вирус никогда не находили у людей, и ранее он был только у животных. Это объясняет его опасность. Исследователи предлагают назвать вирус именем итальянского врача Карло Урбани, который занимался лечением первых пациентов с опасной инфекцией и скончался от нее сам. Через некоторое время вирус сойдет на нет. Ну и последнее. В такой же день в 1779 году родился Иван Иванович Козлов. Имя вам ничего особо вроде бы и не скажет. Как и большинство молодых людей его круга, он, служа в лейб-гвардии Измайловского полка, вел рассеянный светский образ жизни, не помышляя о занятиях литературы. Беда пришла, как всегда, нежданно. В 30 лет Козлов стал катастрофически терять зрение, а через два года наступила полная слепота. Несчастье сделало его стихотворцем, писал Василий Жуковский. Но вот судьба поэта. Самое известное стихотворение Ивана Козлова «Вечерний звон» сохранилось в памяти людей, как народная песня. Помните? «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».